Друзья, всем привет! В этом видео покажу, как можно оптимизировать смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, снизить троттлинг, чтобы во время нагрузки смартфон меньше нагревался и тем самым не терялась производительность. В последних версиях оболочки HyperOS обновили системный файл JoyOS до версии 2.3.11. К примеру, в моем обновлении HyperOS сейчас версия 2.3.02 этого файла системного. А к примеру, в том же смартфоне Redmi Note 10 Pro с оболочкой MIUI 14 версия этого файла системного 2.248, то есть еще более ранее. И вот Xiaomi выпускает этот новый оптимизированный файл 2.3.11 и который делает оптимизацию системы, увеличивает производительность за счет того, что смартфон меньше нагревается под нагрузкой. В этом видео покажу, как обновить этот файл, покажу какие результаты были до обновления, какие после обновления и как, если не понравится, вернуться до предыдущей версии. Показывать буду на примере смартфона Poco F5 с оболочкой HyperOS в MIUI 14 я тоже пробовал, на смартфоне Redmi Note 10 Pro тоже работает. Но стоит отметить, что на примере смартфона Redmi Note 10 Pro изменения были незначительные. Возможно из-за того, что оболочка MIUI 14, а возможно просто оптимизация для более новых смартфонов. В комментариях напишите, у вас ли улучшилась производительность после обновления этого файла и желательно на каком смартфоне, с какой оболочкой, чтобы обновить этот файл из HyperOS последних версий. Вот он JoyOS версия 2.3.11. Скачать его можно в моем телеграм-канале Realtek. Ссылку я оставлю в описании под видео. Там один раз просто кликаем, происходит загрузка и второй раз нажимаем, происходит обновление. Троттлинг мы будем проверять в троттлинг-тесте и важно, что в опциях я настраивал 100 потоков и 30 минут, потому что если настройки, которые по умолчанию установлены и запустите это приложение, то как правило график будет идеальный и не покажет реального троттлинга. Поэтому во всех тестах я делал 100 потоков 30 минут и обязательно нужно делать интервал между тестированиями, чтобы не было погрешности. Также я отключал Wi-Fi, отключал интернет, чтобы не было погрешностей на уведомления. Итак, показываю три версии. Это JoyOS была у меня еще старая версия, потому что здесь у меня еще была MIUI 14 и по графику мы видим просадка ниже 60 и получается процессор отрабатывал максимум на 62 процента от максимальной производительности. Вот после чего у меня смартфон обновился до HyperOS, обзор на канале был. JoyOS это еще была не самая последняя версия файла и здесь у меня, обратите внимание, уже 66 процентов по сравнению с предыдущими 62. То есть производительность здесь уже увеличилась на 4 процента и график стал немножко получше. Даже до 60 кривая не опускалась. И после обновления этого файла теперь смотрим обратно в HyperOS. Обратите внимание, насколько у меня график улучшился. Кривая практически все время держится в районе 80. Вот только небольшая просадка была, это вообще не критичная. И здесь у меня уже 73 процента производительности. По сравнению с HyperOS, только без обновленного этого файла, 66 процентов. Получается, производительность выросла в сумме на 7 процентов, что очень много. Соответственно, смартфон меньше греется при нагрузке. Почему начинает троттлить процессор? Давайте в двух словах расскажу. Покажу на самом худшем графике. Процессор работает на максимум, но спустя какое-то время получается производительность падает. Почему? Потому что процессор начинает нагреваться, либо система охлаждения не справляется, либо плохая оптимизация программного обеспечения. Таким образом, вот как на примере худшего графика, процессор работает только на 62 процента. И программно производительность процессора ограничивается, чтобы процессор и сам телефон не испортился. Если будете делать тестирование, то обязательно нужно интервал между тестами делать, чтобы телефон остыл. Ну, хотя бы как минимум час интервала между тестами нужно сделать, чтобы смартфон полностью остыл и был без нагрузки. Если вдруг решите удалить обновление, либо с вашей моделью смартфона оно как-то будет несовместимо, как-то работать не так. Заходим в безопасность, после чего приложение, после чего вверху справа нажимаем вертикальные три точки, показывать все приложения и здесь печатаем название файла. Находим файл этот и внизу нажимаем кнопку удалить обновление. Ок. Таким образом, мы вернемся до предыдущей версии, которая у нас была установлена ранее. На этом, друзья, у меня все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новых видео. Всем пока!